Предприятие Батыс Продукт в Уральске успешно освоил российский рынок. Кондитерские изделия Made in Kazakhstan сейчас можно увидеть на рынках Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Челябинска. Отрадно, что местные производители привлекают потребителей не только ценой, но и качеством. Евгений Соколов работает на предприятии с прошлого лета, но уже на ТЫС с современным немецким оборудованием. Автомат по выпуску вафель на фабрике приобрели два года назад при поддержке фонда ДОМО. Это вторая новая линия. На первой делают сушки. Когда только начинали производство, в цеху выпускали до 180 тонн сушек и вафель в сутки. Сейчас объемы снизили, но зато продукт всегда свежий. За качеством следят строго. Смотрю за выходом листов и запускаю печь. Ну и также стою на маске. Просмотр листов, просмотр промазки, веса, доли каких-то, чтобы лист не прогнулся, не промялся. И, конечно, осмотр за аппаратурой. Это самое главное. Чтобы ничего не сломалось. Все сырье при производстве используется натуральное. Основной ингредиент в кондитерских изделиях – мука и куриное яйцо. Они исключительно казахстанские. И никаких заменителей. К растителям используются только идентичные натуральным. Например, лимонная кислота. Этим отечественный продукт и отличается от российского. Они на заменителях работают в основном. Заменитель сахара, заменитель жира. Из-за этого дешевле. Например, могут лист печь толще, а на маске ложить меньше. У нас наоборот. Мы стараемся, как положено, лист определенной толщины. Там есть свои параметры технические. И, соответственно, слой начинки тоже. Там все регулируется. Лист взвешивается. Кроме вафелей сушек на фабрике выпускают печенье. В среднем в день здесь выпекают до трех тонн печенье с начинкой и без. Всего более 30 видов. Высоким спросом у населения пользуются и хлебобулочные изделия. Продукцию от Батас Продукт можно встретить в более чем 200 торговых точках Уральска. В 2011 году начали занимать Уральский рынок. Ближнейшие города – это Актюбинский, Аксай, Актау. После этого наша продукция начала набирать обороты. У нас излишки оставались. Мы решили выходить на российский рынок. То есть первый рынок у нас Самара выявлялась. После Самары пошли уже дальние города. То есть это Саратов, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск. Сейчас на предприятии трудится до 100 человек. Набирают рабочих из числа местного населения. В основном это молодые люди без специального образования. Их обучают на месте, дают квалификацию. А северу Салиева была Джарлгасовка, Анат Махмутов, Уральск.